У меня повод придумала, как всегда, вовлечение внимания, рассказать вам про мозг. В играх разума есть пословица, крылатая или мем. Они говорят, про что бы Чкурпатов ни считал лекцию, он все равно будет рассказывать про методологию мышления. Ну, поскольку у нас здесь, значит, это мы про мозг. Поэтому у нас лекция, в общем, называется «С нового года не получится», потому что вообще на глупостях лучше всего понимать человеческую природу. Потому что когда на умностях, мы впадаем во всякий разный романтизм. На глупостях понятно, из чего человеческая природа на самом деле складывается. Что такое Новый год? Это красный день календаря, да? Это такое полуинфантильное, полушизофреническое ожидание, значит, чего-то невероятного в связи с абсолютно обыденным. Ну, вот, значит, а мы сделаем свет меньше, а то у меня не так драматично будет включение. Бац! Нового года, дорогие товарищи, не существует. Вот, значит, для того, чтобы сделать подвязку к этому. Так вот, поэтому все и дело, понимаете, невозможно, чтобы, если мы возьмем все культуры, все народы, все, значит, календари лунные, солнечные. Я специально стал изучать этот вопрос, чтобы к лекции подготовиться. Это такая ее оригинальная часть, так сказать. Там во что ни возьми, понимаете? Эти по лунному, эти по солнечному, эти вместе по лунному и по солнечному. Эти, значит, от каких своих исторических событий, эти от других своих исторических событий. И так далее. Больше всего мне нравится Россия. Знаете, вот это вот. До 1992 года начинался с марта. Почему с марта? Что было с марта? Это непонятно. После сентября. Что было в сентябре? В связи с чем сентябрь? Да? А потом приходит человек и говорит. С 1700-го будет 1-го января. И мы, значит, торжественно, значит, вкатываемся в очередную историю. И вот это, знаете, как с этим. Пасх много, а снисхождение святого огня только, вот, как бы сказать, в определении, что они празднуют. Там, по идее, если огонь не сошел, то должна быть просто катастрофа же, да, случится. Так если он сходит, например, по православному, то по католическому он уже не сошел же. Это логично. С ними должна была быть катастрофа. Ну, или как они там сходят. Как говорят знающие люди, сейчас он сходит быстро, потому что патриарх старенький и долго выдержать не может. Но мы устраиваем себе такие распрекрасные праздники. Объявляем это, значит, чудесным днем. И все торжественно, да, в чем инфантильность, потому что это из детства, да, потому что нам в детстве эти говорят. Ну, вот, и в чем шизофрения, да? Мы понимаем, что мы празднуем полночь. Ну, праздновать полночь можно 365 дней в году, да, вот. Это такой синдром Золушки наоборот, видимо, да, вот. Значит, мы ждем полночи, и, значит, что-то все превращаемся в тыкву. Вот, значит, да, и в этом шизофреничность. То есть мы все понимаем, как бы сказать, абсурдность этого ожидания. Так-то, как бы, но при этом вот он, этот восторг и ожидание. Новый год. Как вы будете праздновать Новый год? Что? Полночь? Ну, как обычно, дни за работы, другие спят. Ну, вот, значит, да, но вот это есть ожидание. И это демонстрирует вообще нашу человеческую природу как таковую. Нам в голову надула муть. Ну, мы инфицировались мутью. В этом здании, кроме Коуплинда, были всякие выдающиеся люди. В частности, был Ричард Докинс, если вы знаете такого выдающегося биолога, популяризатора науки и рьяного атеиста. Вот, значит, вот он там сидел, у нас мы с ним обедали на третьем этаже. Вот, да, у него есть книга, она называется «Эгоистический ген». Значит, ну, в чем суть этой книги? Суть этой книги состоит в том, что мы думаем, что в эволюции участвуют конкретные особи. Вот у нас есть, естественно, отбор, половой отбор, там, и так далее. Но на самом деле, если там разобраться и на все посмотреть, то выясняется, что в эволюции... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!